Это просто потрясающая площадка для построения взаимоотношений между государством, бизнесом. И я здесь первый раз, и я просто в полном восторге. У нас были встречи и с государственными структурами, и с компаниями государственными и частными, которые располагаются в Северновской области. И, безусловно, всех их интересует, как наши технологии могут принести пользу, быть полезны их бизнесу и развивать, собственно, производство диджитал, цифровое производство в вашем регионе. Ключевым фактором является для нас именно внедрение роботизированной системы. Это не только роботы, это в целом роботизированные системы, которые будут строить фабрики будущего, то есть у которых будут отсутствовать люди. К сожалению, сейчас Россия находится не на первом месте. И даже нужно приложить очень много усилий, потому что проникновение, допустим, в соответствии с статистикой, которая у нас есть, ассоциация российской робототехники, это 70% предприятий не используют роботизированные системы вообще в России. Есть такой параметр, как 10 тысяч рабочих и проникновение роботов. Вот у нас показатели это три. Допустим, вот Корея, которая спонсор, значит, партнеры этого форума, там сотни, сотни, если даже не тысячи, то есть это очень серьезный показатель проникновения. И для нас это является такой вот стратегической целью – донести до людей, то есть помочь им внедрить вот эти вот технологии на их производство. Три направления, которые, собственно, дают преимущество для компании, внедряя вот роботехнические технологии системы. Первое – это именно отграждение людей от монотонной, грязной и порой опасной работы, которая не сталкивается на производстве. К сожалению, это существует повсеместно, и в России проникновение достаточно высокое. На втором месте – это, конечно же, увеличение производительности труда. Ведь роботы могут и круглосуточно работать, им не нужно платить выходные пособия и так далее, в три смены и так далее. Они не придут выпившие на работу и так далее. И третий момент – это, конечно, высокое качество, потому что никогда в жизни человек не сделает такую монотонную, долгую работу с такой идеальной, филигранной точностью. Российские компании не настолько сильно конкурируют на международном рынке. То есть у них возможно, что когда вот этот объем повысится, то они увидят, насколько там производство продукции, насколько высокая и сильная там конкуренция, и это может сыграть хорошую роль в развитии робототехники. А второе направление – что недостаточно, во-первых, информированности компании, чем им могут помочь роботизированные технологии. Если приводить пример высокотехнологичного гиганта, того же самого КАМАЗа, он достаточно рано понял, что ему нужны автоматизированные системы, и мы работаем с ними на протяжении 68-го года, на самом деле, с КАМАЗом. У нас долгое очень взаимоотношение, история. Так вот это лидирующая вообще компания, которая понимает специфику и пользу внедрения робототехнической системы. И они благодаря этому очень сильный игрок на рынке. Свои ниши, у них есть тоже там определенная ниша, они делают соглашения с другими производителями, делают там какие-то свои тоже проекты дополнительные. Это очень хороший такой пример. И еще, да, и как раз, чтобы подтвердить наше сотрудничество, мы на автоматике, вот как раз Стефан подписывал буквально месяц назад с Сергеем Кагогиным соглашение о дополнительном сотрудничестве. То есть они переоснащают все свои линии, у них несколько предприятий, сборочные, кузовные и так далее. Все поставщики КАМАЗа, они равняются на технологии, которые внедряет КАМАЗ. Два тренда в развитии робототехники. В первую очередь, это коллаборативные роботы. Это не те роботы, которые вы видели на производствах, которые находятся закрытые, в ячейках, живут своей жизнью, там, сваривают что-то. Здесь речь идет именно о следующем классе роботов. Это коллаборативные роботы, которые фактически выполняют часть рутинной работы за человека. К сожалению, робот не сможет только частично заменить человека. И второе направление – это роботы, которые подключены к интернету. То есть сейчас они существуют как автономно, то есть они в рамках предприятия. Но в будущем, с развитием искусственного интеллекта, с развитием интеграции ERP-систем в общее цифровое производство, это будет будущее как раз, подключенное роботы к интернету. И тогда реальность будет такова, что вы заказали машину, и под вас ее сами роботы собрали, привезли все детали, и все. То есть они делают все сами. В основном нет. Внедряя роботизированную систему на предприятиях, компании должны задуматься о том, как… То есть люди не теряют работу, люди становятся лучше. Они повышают свое образование, свои возможности, и делают ту работу более интеллектуальную и более высокооплачиваемую. То есть роботы ограждают их от вот этой грязной, монотонной, рутинной работы, которая приводит к… вызывает болезни и так далее, и так далее. Наша миссия – делать ежедневную рабочую жизнь людей лучше и улучшать ее с каждым днем. То есть чтобы люди больше времени посвящали себе, а не рутинным операциям в фабрике и производстве. Это такая экономикообразующая активность, и наша задача в этом поддержать как раз людей. Роботы используются в разных направлениях. Безусловно, традиционно это автомобильная промышленность, но они также используются и в медицине. Просто вы, может быть, не обращали внимания. Те же самые там и сканеры. И вот наша задача, то есть нет как бы такой отрасли, которые мы бы не использовали. Мы, возможно, смотрим на то, чтобы расширять возможности роботов внутри этой каждой области и в любой области. То есть это и не только производство, это наша как повседневная отрасль. И те же Сапсаны, которые ходят между Питером, и это все собирается теми же самыми роботами. Просто все сферы, где, возможно, хоть немножко убрать какой-то рутинный труд и заменить его на роботов, мы там будем.